Всех приветствую в капитане индустрии, в предыдущей серии мы тут знатненько расстроились, только у меня почему-то станция тихопоузуживания как-то неправильно работает. Посмотрите сколько ресурсов, да, вроде бы и чугуна, 555 и медь есть, 130, она не успевает делать. Я думаю загвоздка знаете в чем? В том, что просто грузовики не успевают все это делать. Сейчас мы знаете, что сейчас сделаем? Я передвину ее сюда, потом мы начнем заниматься, как я говорил в предыдущей серии, жилыми домами, потом электричеством, вот здесь электричество я сделаю, там будет паровая турбина, которую я открыл. И знаете в чем прикол? Получается пока я его домой не отправлю, он будет там именно с этими сидеть, с пассажирами 20-ми. То есть нам дают время как бы подготовиться. Давайте вот это вот разведаем местность, может там тоже что-то интересное будет. Ты как? Ага, ты все-таки идешь. Я так понимаю тут время как-то не взаимосвязано. Ладно, у меня там сейчас детали, а этот сейчас все встанет. Давайте перенесем его. Мне нужен значить цех, где там у нас, вот она станция техобслуживания, давай развернем ее вот так вот, ну приблизительно вот так вот давай. Чем ближе, тем лучше. Так, меньше конвейеров будет тянуть. Подставили, далее ставим конвейер. Так, мне нужен который будет передавать слитки, да, слитки здесь. И все, и машинки у нас разгрузятся и меньше будут всякой таскать сюда. Будут заниматься какими-то другими делами. Все, пускай отстраивается. Мы сейчас пока за кораблем понаблюдаем, я хочу посмотреть, что он там откроет. Может он все-таки откроет нефтевышку, которую мне нужно. Тут еще получается такая схема, можно, знаете, как сделать, там где паровая турбина и будет производство сейчас массово идти у меня электроэнергии, можно пар превращать опять в воду и опять гонать по кругу. Но для того, чтобы это все сделать, нужно сделать исследование. Сейчас я покажу. В исследовании где-то находится, в самом-самом, вот, конденсация пара. То есть, получается, пар можно перегонять назад в воду. Потому что, когда с турбины опять пар выходит, его, есть два способа у меня сейчас. Или просто в трубу выкинуть, и он улетит в воздух. И все. И больше никак. Нужно будет подождать и вот это все дело сделать. Ну, что вы здесь, отстраиваете потихоньку или нет? Так, я, наверное, мгновенная доставочка сделал. У меня просто все ресурсы есть. Мне не нравится то, что они плохо так работают. Так, так. Все, все доставили. Теперь давай мы снимаем, приостанавливаем тебя и сносим. Ты нам, в принципе, больше не нужна. Ну, а ты работай. Что сказать, 14 человек должно теперь полностью хватать. Мгновенный снос. Все, снесли. Теперь, я думаю, не будут грузовички париться по доставочке чугуна, меди. И мы будем в этих ремкомплектах прям плавать. Снабжение с запчастями. Так, давай сейчас посмотрю, что он там плыл. Да плыл, только я не знаю, что там. Просто галочка отмечена и все. А, во, локация. Еще 16 человек, резина и медь. Да е-мое. И сколько у тебя сейчас на борту? 37 человек, резины 57, меди 166. Ну, нужно подготавливаться к ним. По-другому никак. Значит, заходим. Где у нас построечки? Где у нас жилые дома? Вот здесь. Вот жилье. Ставим на нормальное им жилье. Одно, два, давай сразу два жилья. Вот эти два жилья будем сносить. Далее подсоединим к этим водоснабжениям. Подставим электростанцию. Поставим нормально уже наши поля с орошением. Я думаю, у нас будет производство хорошее. Сейчас немножко нужно будет подождать, чтобы оно все отстроилось. Думаю, чуни так долго строят. Знаете, в чем причина? Вот тут, где подъемчик я делал. Они, что, получается, все. Зона отвала у них закончилась. Нужно новую назначать. Сейчас я на паузу поставлю. То есть, они все забитые стоят. Они не могут выполнить никакой работы. Если бы я так бы еще дальше сидел бы, смотрел бы. Неизвестно, что было бы. Так что, всякое может быть. Смотрите, я тут, знаете, что придумал? Может, немножко расширимся. Сейчас я вот тут зону отвала сделаю. Так, мне, пожалуйста, ровную поверхность с этой точки. И вот так вот сможешь насыпать. Может, я причалы здесь сделаю в будущем. Глянь, сколько насыпать нужно. Как у вас нормально все будет. А ну, сейчас посмотрим. О, глянь, как сорвались. Ну. Ну. И поехали сразу, да? И поехали сразу выгружать. Ну, красавцы ж. Ну, молодцы. Ну, я виноват. Что поделать? Я виноват. Сейчас мы тогда сделаем. Причал, если что, поставим. Там есть какой-то еще торговый причал. Который, я не знаю, как им пользоваться. Нужно будет воспользоваться. Посмотреть. Так, значит, раз одна отстроилась, вот эту давай сносить. Невозможно убрать поселение, к которому присоединить. Служебные постройки. Какие служебные постройки? Вот эти, что ли? Вот это? Я убрал. Давай, значит, служебную постройку перенесу. Хранилище. Что-то там вот. Что у вас там есть для обеспечения? Сейчас на паузу нажму. Так. Продовольствие. Ну, продовольствие я могу и в эту точку вам перенести. Допустим. Вообще, я хотел его перенести чуть-чуть повыше. Вот с этой стороны. Ну, раз вы так настаиваете, я поставлю вас здесь. Люди голодают, милорд? Серьезно? Снесите быстро, перенесите еду сюда. Вот тут как все взаимосвязано. Еду привезите. Еду привезите быстрее. Я-то вообще не знал. Семь рабочих не хватает. Сто шестьдесят два человека. Так, все. Еду привезли. Восемь человек умерло от голода. Серьезно. Вот это перенос зданий. Неожиданно. Я буду знать. Смотри, у них получается, если еды нету, они прям сразу быстро умирают. Хорошо. Хорошо. Ну, теперь ты мне дашь снести или нет? Так, это сносим. И вот это сносим. Теперь поля. Сейчас я подумаю насчет полей. Может их не трогать. Может их не трогать просто. Сейчас я тут все переделаю, как мне нужно. И все, на шестьдесят семь месяцев не хватает рабочих. Не хватает рабочих. Я смогу принять людей, которые у меня сейчас там идут ко мне. Давай-ка я здесь еще поставлю. Сейчас попробую выкрутиться. Сейчас, секундочку. Может все-таки быстро. Могновенный снос назначить им. Могновенный снос. Есть. Во, вот теперь у меня есть доступ к воде. Отлично. Есть доступ к воде. Но есть один минус. Мне бы их развернуть в другую сторону. Тут у нас можно подачу сделать. Видишь, как бы напрямую еды. То есть мне нужно их наоборот перевернуть. И будет в принципе все хорошо. Так что я, наверное, тоже вот эти поля сношу. Пока. Так, тут отстроилось. Тут строится. И переворачиваю их другой стороной. Так, сельское хозяйство. Рошение. О-о-о-о-о. Да что ж вот так. Прям сильно, прям как сбунтовались. 360 человек. Давай направлять наш корабль домой. Так, вернуться домой. Возвращайся. Место тут уже есть. Могновенный снос. Могновенный снос. Вижу, вы не успеваете. Пуантация. И теперь давай смотреть. Еду будет выходить с той стороны. Ага, хорошо. Давай еще посмотрим. Еще раз продовольственный рынок. Развернем его. Вот так поставим. Этот мы потом снесем. Сейчас нужно постепенно все делать. Пуантация. Сколько тебе клеток сделать? И как мне это вообще все наладить? Так. Давай, значит, я вот так вот прям напротив тебя это все дело поставлю. А потом у меня там будет конвейер. Я сделаю так. Возле завода впритык. Но я здесь ничего не планировал строить. Так что пускай, наверное, будет. И вторую, наверное, сразу ферму. Вот здесь. Так. Все, две фермы. В идеале я хотел четыре поставить. Сейчас давайте я четыре все... О, корабль прибыл. Ну что ты. И опять нужно заправлять, да? Да, заправлять тебе нужно. Сейчас я как вот здесь начну потихонечку делать именно электростанцию паровую. Я обязательно вам покажу. Поля сейчас отстрою. Самое важное, чтобы они с холода не умерли. 199 человек, 50 рабочих без работы. Автоматическая ферма готова. Четыре фермочки. Вот так они выглядят. Я думаю, потом, когда мы еще удобрения сюда добавим, будет производство еще больше с ферм. И будет прекрасно. На данный момент у нас 99... 99, да? 99 месяцев запасов пищи. И забит, смотри. Один склад. И второй склад наполовину. То есть, в принципе, где-то на 200 месяцев запаса пищи будет хватать. Это на вот эти вот три. Я буду их потом еще расширять. Может, тут 4 будет или 5, не знаю. И смотри, тут еще в чем есть прикол. Здесь есть биотопливо. То есть, с вот этих вот органики, с органики, можно сделать биотопливо. Где-то находится, кстати. Вот биореактор. То есть, газ и почва дополнительная. То есть, ссыпать всегда нужно будет эту почву. И потом этот газ можно превратить, плюс еще О2 в топливо. И какой-то газ СО2. Ну, то есть, это выбросы. То есть, понимаешь в чем? То есть, если у нас закончится даже здесь нефть, то плевать на нее. Будем на биотопливе кататься. А главное поля. Блин, как красиво. А, смотри. Красоташа. Надо будет удобрение только подумать, как сделать. Их сначала нужно открыть. И потом уже будет все хорошо. Мне нужно сейчас, как я говорил, электричество. Отсоединить вот эти вот два дизель-генератора. Чтобы они уже топливо не потребляли. То что-то прям как-то они сильно жрут. Даже тут не успевает бочка заполняться. Мне это не нравится. Совсем не нравится. Для начала давай отправим корабль. Куда б тебя отправить? Ну, давай сюда. Разведать. Посмотрим. Привези нам людей. Ох ты какое. Ну, они тут прям с анимацией, да? И погнал. Как ты, пропадешь просто или как? Я так понимаю, за горизонт уйдет. Ладно, не будем следить. Туда где-то за горизонт уходит. Поехали строить. Значит, мне нужно следующее хранилище. Бункер. Я поставлю его здесь. Рядышком. Вот тут сильно. Я близко лепить не буду. Можно будет потом второе поставить. Можно будет второе поставить. При желании. Сейчас проверю. Да, второе можно будет поставить. Если захотеть. Сейчас разверну. Ну, это в будущем. Если вдруг хватать не будет. Далее нам нужен бойлер на уголечке. Ставим его здесь. Подача воды у нас будет с той точки. Уголечек будет идти с той точки. Так. Ставим. Теперь водичку проводим. Тут я открыл трубу. Есть труба низкого давления. А есть труба высокого давления. Я так понимаю, тут могут даже трупы полопаться. Неожиданно. Но будем знать на всякие пожарные. Так. Давление здесь присутствует. Подключили. И уголечек. Где-то вот этот жопок получается, да? Ага. Значит, уголечек. Давай вот так подключим. Оп. Все. Уголечек тоже подключили. Нужна теперь труба. Вот она труба. Выбросы. Есть. СО2 есть. И самое интересное. Теперь погнали. Где наш... Вот он. Турбина. Высокого давления. Здесь уже нужно ставить именно трубы высокого давления. Я не буду именно рисковать ставить какие-то другие. Пускай будут лучше высокого давления. Ставим мы тебя, смотри, где-то с этой точки. Поплотную не хочу ставить. Давай так поставим. И трубы высокого давления, пожалуйста. Да. Как они быстро строят. Освободились. Разгрузил я их. Все. Трубы высокого давления. И там маховик где-то должен быть. Вот он. Электрогенератор. И подключаем электрогенератор. Их, кстати, можно ставить очень много. Этих электрогенераторов. Так что имейте в виду. Я не знаю, сколько сможет он выдержать. Но каждый из них дает по 250 кВт. Киловат в час. Это довольно прилично на самом деле. Так. И трубу даваемые высокого давления. Отводим. Слушай, если я захочу, допустим, бойлер. Бойлер. Сколько ты выдаешь? 48, да? А водички вот это все потребляет сколько? 24. То есть это на 2. 24 и 24 выбрасывают. На 2 вот таких вот. Я смогу при желании поставить второе. Ну, второе мне не нужен. На данный момент. Но я буду иметь в виду. Если не будет хватать электричества, я здесь еще один втыкнул. Так. Так. Трубу давай проводим. Ну, в принципе, все. Сейчас оно отстраивается. Локация. Что там нашли? Плюс 21 человек. И резину нашли. И медь еще. Ну, меди у нас достаточно. Мне буровую вышку нужно найти. Может здесь? Давай сюда. Отстраиваем. Заправка нуждается в топливе. Я же говорю, жрут много. Надо быстренько отключать эти дизели-генераторы, чтобы они не кушали и запускать вот это все. Ну что, готово. Отстроили. Привезли, значит, они уже уголетчик. Да. И потихонечку все это дело здесь запустилось. Видишь, вот как оно выглядит. Вот так вот. Я скажу, тут вообще просто. Гляньте, какая бомбезная анимация. Просто крутая. Так. Я хотел посмотреть следующее. Видишь, вверху у нас 555 КВТ. Выработка одного, получается, вот этого электрогенератора 250 КВТ. И нагрузочка. Ну, давай посмотрим. Вот, обращаем внимание. Эффективность 7%. Ага. Продуктивность кинетическая 7% 72. В смысле? 10 штук таких можно нацепить? Серьезно? Это если 10 штук 720 до 15 штук. Это 2000 КВТ. Ого. Да. 1 мегаватт, конечно. Круто. Хорошо. Нас там они уже... Что там? А, расследовали. Давай посмотрим. Наш корабль обнаружил нефтяная платформа. Технология глупого-голодного бурения. Неужели то, что мне нужно? Возвращайтесь домой. Везите людей. Они мне нужны. Теперь поехали дальше. Что там изучено? Механический. Кстати, вот. Механический накопитель энергии. Это более лучшее. Я только что изучил. И нефтепереработка. Воу. Фракции. Сейчас будем делать. Давай, поехали. Так, подожди. Механический накопитель энергии. Хочется сказать. Маховик может накопить 80 мегаватт в секунду кинетической энергии. Странно. Маховик, маховик, маховик. Не знаю, как этим пользоваться. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я понимаю, что такое маховик для разгона именно электрогенератора. Ну, как им... Вот здесь теперь получается ставить? Я не пойму просто. Маховик просто разгоняет кинет... Так, тут и так вроде бы кинетической энергии достаточно. Если я тебе вот так поставлю, да? Ладно, я потом попробую. Не буду сейчас ничего делать. Поехали сейчас вот эти два генератора вырубать. Все, друзья, вы наработались. Спасибо вам долгой службы. Хватит жрать мое топливо. Это уже скоро сейчас все станут из-за вас. Это тоже давай. О, корабль прям вовремя. Людишек привез. 39 рабочих. Отлично. Отлично. Что, я думаю, сейчас будет накапливаться здесь топливо? Ну, вот. Во, во, во. Хорошо. Давай, наверное, я еще поставлю один такой. Может, я не знаю, как. 500 квт. Короче, я поставлю. Я потом попробую. Давай два штуки. Сколько это? Один двести пятьдесят дает. Четыре давай поставим. Один мегаватт должен быть. По сути. Так. Давай став второй. Хорошо, когда много ресурсов. Я вот заметил, я стартанул. Да, у меня приличное количество разнообразных ресурсов. И мне как-то вот легче. Вот, стало 500 квт. Отлично. Отлично. И давай обратим внимание, что у нас здесь. Эффективность 60%. Ага, вот она. Кинетическая энергия. Видишь, пошла скакать. Все-таки маховик нужен. Все-таки маховик нужен. А как мне... Как мне сделать тогда? Подожди-ка. Может, мне рядышком еще одну поставить? И через маховик как-то это все дело пустить? Я так понимаю, если они сейчас еще два отстроятся, будет не камильфо. Давай, наверное, сейчас я тебя поубираю. Давайте расформироваемся. Мгновенный снос. Я передумал. Пускай пока два будет стоять. Так, тут тоже есть. Что с топливом выходит? Топливо на пределе скачет. На пределе скачет. Вроде бы как бы и в плюс. И вроде бы как бы и в минус. Блантация в картофель в избытке. Кстати, нужно сейчас назначить. Я же их не ставил. Они по 16 рабочих требуют. Давай. Назначаем. Работаете. И здесь тоже 16 человек, да? Все, 7 рабочих осталось. В принципе, впритык. Еду они мне сейчас сделают. Лянь, переполненная. Переполненная плантация. Я что думаю? Может, в принципе, сделать биотопливо, если они прям все сюда попадать будут? Не, нужно. Пускай она лучше будет переполненная и куча у нас будет еды. Не знаю просто как сделать. Хорошо. Знаете, что я хочу сейчас еще сделать? Водоснабжение поставить? Людишкам. Так. А что там? Водичка нужно так подводить, да? И слив еще вам нужен. Тогда давай. Давай где-то с этой стороны тебя поставим. Хотя я там хотел еще расстраиваться. Ладно, давай с этой стороны поставим. Если что, сместим. И электроэнергия. Электроэнергия нам вроде бы ничего не требуется. Просто берешь, ставишь и все. Значит, сюда. Все, отстроили. В принципе, пока все. Нужно теперь разобраться с нефтью. С нефтью, нефтью. Вроде бы в плюс пошло, но я хочу все-таки сделать. Смотрите, там разделить на фракции. Сейчас я подожду, пока вот это все дело изучится. И как только оно изучится, синтетическая резина. Может, мы сейчас резину все это дело замутим. Мне нужна нефтепереработочка. Разделение на фракции при перегоне. И там мы уже будем выступать дальше по резине. Резина у нас будет. И можно будет делать все, что хочешь. Я тут пока свою базу настраивал. Отправил корабль на изучение. И что вы думаете? Кто-то за мной гонится. Я, правда, не знаю, как делать. Ну, наш корабль, как бы, нанесенный урон ноль. Я, походу, тут не могу ничего сделать в пути, да? А, он смывается. То есть, смотри, там даже красный этот, типа, нельзя туда идти. Хорошо, ну тогда вообще не хватает горючего. Ну, возвращайся тогда домой. Пускай идет домой. О, как интересно. Я тут сейчас веду борьбу за оптимизацию. Оказывается, здесь через конвейеры, через вот эти вот конвейеры, машинки не могут проезжать. Если конвейер поставил, то все. Оптимизация в следующем. Смотри, я открыл логистику. И можно теперь направлять с безпечерских вышек, куда они будут ездить. Но, если слишком дальний маршрут, недалеко тратят именно времени, я решил все это дело по конвейерам передавать. Рядышком поставил вот такую вот хранилище, которое будет распределять. Что ж, подожди, сделать? То есть, они железо мне не привезут? А ну, стой. О, уже электричество. Смотри, сколько электричества теперь сжирают. Я пытаюсь выкрутиться людей себе найти. А тут проблема на проблеме. Так, как мне здесь лучше сделать? Сейчас я попробую разорвать. Он полностью весь убирается. А если я этот ресурс тоже уберет? Давай сделаем так. Уберем ресурс. Ага. Он вместе с ресурсом забрался. Ну, ладно. Главное, что резина пока вернулась. Ничего страшного. Корабль наш там идет назад. Сейчас попробую какой-то въезд сделать. Там же можно на кюшечку поднимать чуть-чуть повыше. И будет нормально все. Я подозреваю, я к нефтяночке не успею дойти, чтобы разделить все вот это вот дело на фракции. Очень, как бы, большая система нужна. А при недостатке топлива я пока не хочу рисковать. Можно попробовать построить какую-то схему. Сейчас я дайте диспетчерскую лыжку сразу на логистику поставлю. Так, езжай туда. Попробовать построить схему, чтобы это разделение фракции было. Но там дополнительный... Сейчас я покажу. Смотрите, там просто нереально. Еще плюс выпалка ставлю. Химзавод еще. Сжижение газа. Вот, чистка меди. Еще плюс химия здесь есть. Корабельное вооружение, кстати. Вот. Нужно изучить, добавить. И судовая броня. Если что, поставим на свое корыто. Пускай она ездит. Запчасть. О! Запчасти 240 будут. Тоже давай в очередь поставлю. Вот. Использование серы. И теперь смотри. После резины идет использование сер. И тут просто аммиак. Кислота. И вот тут тоже нафта. Вот, видишь, есть нафта. И резину можно создавать. И тут, короче, дизельное топливо. Сера. И опять резину можно создавать. То есть, вариантов создать эту резину. Просто нереальное количество. И вот теперь думай. Как. Как лучше. Или вот тут. Смотри, тут можно и нафта. Вода. Нафта. Пар. А, тут просто пар. Тут бойлер. То есть, из дизельного топлива не имеет значения. Создавать нефтепереработка. Давай посмотрим. Легкая фракция. Легкая фракция. Здесь у нас, значит, нафта. И топливо. Резина. Не подходит такой вариант. Может какой-нибудь другой вариант создания ее. Давай сейчас сделаем проще. У нас расходуется слишком много уголечка на создание банально топлива. Если сейчас мы топливо будем производить больше, тогда мы сможем как-то раскрутиться. Мне нужно сейчас спроектировать вот тут вот перегонную конструкцию для нефти, чтобы разбить ее на фракции. Каждая из них должна будет выходить в определенную сторону. И последнюю фракцию пускай уже выходит на топливо. Сейчас попробую это сделать. Ну что, схема готова. Здесь прям сложнейшее производство. И вам просто нереально. Смотрите. Вот здесь у нас, получается, стоит рефракционная колонна. Которая из нефти перегоняет, значит, в среднюю фракцию и тяжелую фракцию. Также в кислоту. Кислоту, кстати, можно тоже там серу переделать. Но у меня пока заблокировано. Я решил ее сливать. То есть кислота сливается. Нам еще нужен перегретый пар. Перегретый пар я делаю с помощью бойлера. И в бойлер подается тяжелая фракция. Как ты понял. То есть он сам себя обеспечивает. И просто нужно будет водички подать. Нагреть. И все у нас будет прекрасно. Тяжелая фракция плюс водичка создаст пар. И вся система у нас запустится. У нас еще будет излишек пара. И с помощью этого излишка пара, ну я потом уже докручу эту схему. Можно будет сделать дополнительное электричество. Дополнительное, чтобы оно здесь было. Потом смотри, как идет дальше. Средняя фракция перетекает, значит, рефракционную колонну этапа номер 2. Здесь опять подается пар. И получается у нас дизельное топливо. И легкая фракция. Дизель уходит вот сюда вот с цистерну. По трубе. Оп. И ушел. Далее, смотри. У нас получается легкая фракция. Превращается в нафту и топливный газ. Топливный газ идет в цистерну. Потом передается по трубе. И что ты думаешь? Мы топливный газ плюс кислород превращаем опять в дизельное топливо. То есть дизельное топливо мы сразу с двух источников получаем. 24 нефти подаем. 24 дизельного топлива получаем. И еще плюс еще с топливного газа сколько это? 12. Ну нормально. 12. 12. 24. 12 выходит. 36 выходит дизельного. Если не запутался. А потом далее нафта идет в самую последнюю паримизатор резины. Нафта плюс уголечек. Вот тут вот угольный бункер превращается в резину. И резина уже спускается вниз. Это у нас воздухоразделительная установочка, которая делает кислород и азот. Вот такая вот вся система. Я не знаю. Должна сейчас заработать, но можно выжать еще больше. Но у меня закрыто исследование на данный момент. Может потом, когда открою, я немножко изменю, видоизменю схему. Но так как есть, так и есть. Нам осталось, знаешь, что еще тут сделать? Сейчас я покажу. Вот здесь вроде бы, да? Да, вот водичка. Нам нужно сейчас водозаборную скважину передвинуть назад. Поставить, значит, хранилище с водой. И с хранилища с водой протянуть водичку на нефтескважину. То есть на рефракционную колонну этапа номер один. И вот сюда вот в бетономеситель разделить на две. Чтобы она максимально эффективно работала. Да и вообще нужно вот эти водозаборные скважины. перенастроить. Но пока пускай будет так. Не знаю, сколько будет отстраиваться. Но постараюсь все это дело отстроить. И показать уже в рабочем состоянии. Резина будет, если... Это вообще офигенно. Ну, цепочки тут, конечно, химические. Просто жесть. Ну что, схемка готова. У нас уже 328 человек. Переизбыток еды. Смотри, целые конвейеры еды забиты. И уже некуда ее девать. Ну, потом белого топлива займемся. Будем делать какой-нибудь из серии. Давайте запускать шарманочку. Которую мы тут настроили, да? Схему. Смотри, я прикрутил еще дополнительный бойлер. Для того, чтобы все это запустилось. И если он не пригодится, то его отключим. А если пригодится, то оставим. Но я уже вижу тут минус. Смотри, стрелочка идет в эту сторону. Ну, а мне не нужно, чтобы она в ту сторону и шла. Слушай, а я могу сейчас... Сейчас, секундочку. Могу я вот так кинуть. Нельзя так подсоединиться, да? А если я здесь подсоединись, допустим, можно? Оу. Так можно сделать? Серьезно? Хо-хо-хо. Давайте сейчас я быстренько сделаю. Я просто увидел, что здесь немножко недоделанная. Могновенная поставочка. По кругу, чтобы пар с двух именно бойлеров ушел. Как-то аккумулировался. Потому что, чтобы вот это запустилось, нужна тяжелая фракция. 36 штук. А для того, чтобы произвести 36 штук, нужно три цикла. Понимаешь? Тяжелая фракция. Ну да. Смотри, все. По кругу пар. Врубаем. Врубаем. Сейчас посмотрим, как оно все будет. Тут. Тут. Все. Пар пошел. Смотрим. Это у нас первая рефракционная колонна. Давай немножко ускорим. Сейчас посмотрим. Все. Запустилась. Есть. Первая пошла. Три прогоночки она делает. Запускается потом бойлер в помощь. Все правильно. Так. Первая пошла. Вторая запустилась. Это у нас уже производство дизельного топлива. И легкая фракция. Дизельное топливо будет уходить в эту бочку. Сейчас должно уйти. Да. Все. Дизельное топливо шло. И запустилась у нас следующее. Третье. Это у нас перерабатывается легкая фракция в нафту. И топливный газ. Топливный газ у нас падает. Вот это вот цистерну. Так. Сколько там топлива? 12 топливного газа цистерна. Из цистерны уже топливный газ передается к рейкинг установочка. Тут топливный газ, кислород смешивается и превращается в дизельное топливо и углекислый газ. Отлично. Все заработало. И здесь у нас воздухотвордная установочка, которая нам подает азот. Так. О. И резина начала производиться. Отлично. Тут самый последний этап. Нафта смешивается с угольком. И получается у нас резина. Все. Заработало. Отлично. Забыл. Забыл. Знаешь, что забыл поставить? Я забыл здесь поставить дымовую трубу. Надо сейчас поставить, а то станет сейчас все. Мне это не нужно. Фух. Прикиньте, вот это сколько всего сделало. То есть я из нафта и топливного газа, то есть легкой фракции, опять же, дизельное топливо делаю. Это просто, я не знаю, офигенная игрушка. Невероятная. Так, давай-ка. Дабы тут ничего не стало. Сейчас дым начнет выходить. Все. А главное, чтобы были ресурсы. Я вот одно понял. Если нормально все проектируешь, да, и у тебя есть постоянно ресурсы, то все, проблем не будет. Все, тут пошло по нагнетанию, да, по кругу. Три прогоночка тяжелой фракции и уходит. Там еще тяжелую фракцию, вообще можно было невероятное количество схем придумать. Но у меня что-то вот это вот первое на ум упало. Есть. Все. 108 топлива зарядились. Ну что, сносим тогда старое. Это нам не нужно. Это освободить. Значит, вот это снести. Да, труба не нужна. Слив не нужен. Вот это не нужно. Все не нужно. Ой, вот это трубу я лишнюю только что удалил. Нужно подсоединиться сейчас с трубой. Там на возвышение вроде бы нельзя, так что придется где-то здесь подсоединяться. Так. Топливо. Топливо тоже опустошайся. И мы тебя тоже удалим. Есть. Фух. Вот это, конечно, был челлендж. Но мы с ним справились. Смотрите, мы получаем и топливо, и резину, да, и плюс еще кислоту. Ну, кислоту мы потом будем использовать. Я открыл удобрение у себя. Кислота пока у нас просто выкидывается. Но потом мы будем это все в удобрение делать. То есть у нас тут есть удобрение. И мы еще больше продуктивность поднимем всех четырех наших полей. И сколько они смогут содержать людей, вот это уже будет большой-большой вопрос. Посмотри на вот это, как оно все отлажено. И хорошо все работает. Если тебе нравится мое прохождение. Можешь поставить лайк. Если не нравится, можешь поставить дизлайк. Это на твое усмотрение. Если сильно понравилось, можешь подписаться на канал. В следующей серии посмотрим, что у нас хватает, не хватает электричества. Будем разбираться с ним. Будем путешествовать и полностью изучать дерево. Тут есть чего еще посмотреть. Прям вот очень много хранилища есть. Транспортеры. Удобрения будем делать. Обработка сточных вод. Вот это вот тоже, кстати, я же там запустил, забыл вам показать. Смотрите, у них же теперь и вода есть, и пища, и все на свете. И у них там единство идет. И вот сточные воды падают. И у них отдельная тут водозаборная скважина. Тут бы еще сделать бы хорошую оптимизацию. И вот у них тут электроэнергия есть. Прям все-все-все есть. Отлично все получилось. Вот тут, если вдруг будете спрашивать, я просто хочу сначала сверху слой снять, а потом углубиться вниз. Я знаю, что вниз идет именно уголечек. Не переживайте, не переживайте. Спасибо тебе за просмотр. Увидимся в следующей серии. Пока.